Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Наталья Данина. И в начале коротко о главном выпуске. Глава Хакасии проинспектировал строительство радиологического корпуса в Абакане, который возводится в рамках нацпроекта здравоохранения. Радиологический корпус должны достроить до конца этого года. И необходимый комплект оборудования для него уже закуплен. Десятки детей из коттеджевого поселка Завидное ежедневно рискуют жизнью, пересекая оживленную трассу по дороге в школу. Завидное находится здесь, школа там, а пешеходный переход получается на окраине. Поэтому дети им попросту не пользуются. В школе на станции Ербинская завершается ремонт кровли. При этом занятия в классах возобновлены в полном объеме. Людей волнует это соблюдение температурного режима, например. Сегодня дети учатся только на первом этаже, потому что температурный режим выдерживается. В Хакасии продолжается возведение радиологического корпуса по нацпроекту. Крупная стройка на контроле республиканских властей. Сегодня глава Хакасии вместе с профильными министрами побывали на стройплощадке. В начале строительства этот объект считался проблемным. Подрядчик выбивался из графика, деньги еле осваивались. Отметим, что эта же самая фирма строит и туимский психоневрологический диспансер. И там было не все ладно, но сегодня оба объекта укладываются в срок. В 2020 году мы все выровняли, вошли в график как по радиологическому корпусу, так и по туимскому объекту. Поэтому у нас опасений не вызывает ввод в эксплуатацию радиологию в этом году. Фасад уже практически готов. Здание утеплено, окна и двери установлены. Сейчас все основные работы внутри. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей. Радиологический корпус должны достроить до конца этого года. И необходимый комплект оборудования для него уже закуплен. И общая стоимость 611 миллионов рублей. На этих площадях разместятся аппараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Один из важнейших ускорителей для лучевой терапии. Устройство обеспечивает доставку к опухоли высокоэнергетических рентгеновских лучей. При этом повреждаются только клетки новообразования. А окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности. Лучевая терапия – самый современный метод лечения онкологии. Пока недоступны в Хакасии. Наши пациенты ездили в другие субъекты, в том числе в ближайший Красноярск, для получения лечения. Конечно, это сопряжается с различными проблемами. И финансовая, и психологическая, ну и другие проблемы. Чтобы избавиться от опухоли, человек должен получить от 35 до 50 грей. Эта единица измеряется до заблучения. За один сеанс положено не более двух греев. Вот и представьте, сколько раз пациент должен пройти такую процедуру. Иногда это занимает до двух месяцев. И все это время человек вынужден находиться в другом регионе, питаться, снимать жилье. С вводом этого корпуса доступность и качество помощи онкобольным должно улучшиться. После ввода радиологического корпуса в этом году у нас в планах строительство хирургического корпуса, который должен располагаться здесь, то тоже недалеко. В общем-то предполагается целый кластер для оказания всесторонней, всевозможной помощи больным онкологии. Медучреждение строится в рамках нацпроекта здравоохранения. Стоимость объекта больше миллиарда рублей. Предполагается, что в радиологическом корпусе будут проходить лечения не только жители Хакасии, но и соседних регионов. Мария Мишнина, Дмитрий Парахин, РТС. Глава Хакасии снова собирается в Москву. В командировку он отправляется в среду. В планах руководителя региона ряд рабочих встреч в федеральных министерствах и ведомствах. Главной их темой станет социально-экономическое развитие республики. По итогам поездки будет опубликован отчет о результатах. В Хакасию Валентин Коновалов вернется в четверг. Малышам здесь не место. К такому выводу пришли жители района Завидная, деревни Кайбалы, чьи дети ходят в школу через насыщенную автомобилями трассу. Дорога в нужных местах переходами не оборудована. Подробности у Андрея Пахабова. Автодорога между Абаканом и Белым Яром. Это направление одна из главных транспортных артерий Хакасии. Каждый день здесь проезжают тысячи автомобилей, в том числе в сторону Саиногорска и Бея. Опять же каждый день этот поток вынуждены пересекать два десятка ребятишек, которым нужно из района Завидная попасть в Кайбальскую школу. Очень опасный участок. Я каждое утро, каждый вечер, следуя на работу, очень переживаю, потому что и жители, соответственно, они направляются либо на работу, либо, соответственно, домой. И дети также бегают. Директор учебного заведения настаивает, без зебры на автодороге никак нельзя. Соответствующие знаки, разметка и тротуары сделают место безопаснее. В справедливости ради отметим, пешеходный переход на этом участке трассы все-таки есть. Вот он. Однако находится он совершенно в другом месте, чем нужно. Завидная находится здесь, школа там, а пешеходный переход получается на окраине. Поэтому дети им попросту не пользуются. Проблема стала актуальной пару лет назад, после того, как коттеджный поселок начал активно застраиваться. С каждым годом количество детей из Завидного растет. Именно поэтому директор учреждения вместе со старостой Кайбал был вынужден обратиться к главе Хакасии. Валентин Коновалов дал поручение Минтранцу, помимо переходов, детально проработать размещение автобусных остановок. Сегодня в ведомстве пояснили, место для остановок уже определено. Также с октября на данном участке решается вопрос с освещением. Столбы установлены. В данный момент идет процесс технологического подключения. Как загорятся фонари, дорожники нарисуют зебры. Сразу две. Может появиться ограничивающий скорость знак. Из-за того, что там большой пассажиропоток, также автомобильный поток, из-за большого количества детей, которые ходят в школу, на данный момент рассматривается вопрос по снижению скоростного режима до 60 км в час. Еще одна просьба руководителя учебного заведения, которую также сейчас прорабатывают власти. Собственный школьный автобус с его приобретением вопрос детской безопасности, причем не только из района Завидное, будет полностью решен. Андрей Пахабов, Владислав Пустовоид, РТС. В Хакасе выявили картельный сговор фармацевтических компаний. Хакасская УФАС возбудила дело на 11 организаций. В течение двух лет эти компании, зарегистрированные в Москве, Новосибирске, Ставрополь, Твери и Улан-УДэ, участвовали в торгах на поставку жизненно важных лекарств в нашу республику. Участники торгов договорились не снижать начальную цену контракта. Из-за этого пострадал региональный бюджет, а льготникам может не хватить препаратов. При добросовестной конкуренции цена была бы ниже, а значит лекарств было бы больше. Дело рассмотрят 19 февраля. Нарушителям грозят штрафы до половины стоимости контракта на компании. Росреестр будет выявлять фальшивые объявления о продаже недвижимости. На сайтах недвижимости людям попадаются объявления, заманчивая стоимостью и нужным районом. По факту оказывается, что указанная недвижимость либо уже продана, либо вообще не была выставлена на продажу. Такие объявления выставляют риэлторы для заманивания клиентов. Чтобы вычислить обманы, Росреестр планирует объединить свою базу с данными порталов о недвижимости. Если объявление совпадет с данными Росреестра, оно будет помечаться специальным значком. А на сайте ведомства скоро появится виртуальная комната сделок, где можно будет оформить куплю-продажу или дарение без посещения МФЦ или кадастровой палаты. Среди учебных заведений Хакасии по числу упоминаний школа на станции Ербинская явно в лидерах. Многие средства массовой информации следят за ремонтом ее кровли. Какие сроки окончания работ ставит подрядчик об этом в следующем материале. Занятия в школе начались с понедельника, правда, за парты сели не все. Из-за мороза на улице некоторых школьников родители оставили дома. В январе из-за ремонта кровли были внесены коррективы в обучение. Сейчас уроки проходят в два потока. С восьми утра учатся младшие классы. Людей волнует это соблюдение температурного режима, например. Сегодня дети учатся только на первом этаже, потому что температурный режим выдерживается. Хотя он на сегодняшний день выдерживается уже на втором этаже, мы все-таки в целях безопасности и полного понимания, что дети находятся в безопасности. Учимся только на первом этаже. Сегодня температура в учебных кабинетах первого этажа от 20 до 28 градусов. Напомним, в сентябре на полную замену кровли республика выделила почти 5,5 миллионов рублей. На проектно-сметную документацию у Сорской администрации ушло много времени. До конца октября. Затем поиски подрядчика спутала карты и погода. Сильные морозы не позволили строителям из Красноярска вовремя завершить работу. Сейчас основные работы выполнены. Остался монтаж конька крыши и дождевых сливов. Мы надеемся, что к четвергу они уже будут завершены. По крайней мере, подрядчик ставит нам такие сроки. Претензии у стройнадзора возникают в ходе проверки. Эти претензии устраняются оперативно подрядчикам. То есть на данный момент непонимания со стороны подрядчика нет. Мы понятно, что не подпишем акты выполненных работ до тех пор, пока нам не даст соответствующее заключение организация, осуществляющая стройнадзор. Добавим, в школе в этом году проведут и капитальный ремонт спортивного зала. Заложена смета в 2 миллиона рублей. И если и получится сэкономить на торгах, то разница все равно останется в Ербинской. На эти деньги приобретут спортивное оборудование. Эдуард Иванов, Руслан Шалгынов, РТС. На базе Минздрава Хакасии заработал контакт-центр по вопросам коронавируса. Единый круглосуточный номер 122 теперь действует на базе Республиканского медицинского информационно-аналитического центра министерства. Сотрудники помогут жителям Хакасии по ряду ситуаций, связанных с ковидом. Лабораторным исследованиям и компьютерной томографии, записи к врачу и вызова на дом. Вакцинации и другие вопросы. В контакт-центр также перенаправляются звонки от номеров 103, 112 и медорганизаций, если там не взяли трубку. Если не отвечает номер 122 в регионе, звонок переадресуется в федеральный контакт-центр. Ранее номер 122 не имел обратной связи с медработниками. Теперь задача контакт-центра – обработка и передача в медицинские учреждения информации, поступившей от граждан. В Хакасии за последние сутки от коронавируса скончались 5 человек, 110 справились с болезнью. Всего летальных исходов по Хакасии 389. В целом, с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировано около 20,5 тысяч случаев инфицирования. Антилидер по количеству заболевших – Абакан. Семья в Саиногорске лишилась дома из-за пожара. Всего за сутки в республике произошло 6 возгораний. Об этом и других происшествиях расскажем прямо сейчас. Ночью загорелся частный дом в Саиногорске. Жильцы успели проснуться и выбежать, но беду обнаружили поздно. Когда прибыли дежурные расчеты, дом был охвачен открытым пламенем, обрушилась кровля. Площадь пожара составила 120 квадратов. Причину установят дознаватели. Сразу три пожара в республиканской столице и все в частных домах. В одном ранним утром запылала баня, сильнее всего пострадала крыша. В другом огонь начался в котельной, повредив стены, потолок и внутреннюю отделку. Предварительная причина – электрооборудование. Еще у одного Абаканца из-за технической неисправности загорелся автомобиль. Житель Хакасии украл чугунное ограждение с федеральной трассы Енисей. Действовал он в районе села Подсинее на участке, где нет видеонаблюдения. Предположительно, начиная с осени, он по ночам приезжал туда на личном автомобиле, разбирал часть ограждения, складывал в мешки и отвозил к себе на дачу. Так он похитил 45 чугунных сегментов. Пропажу обнаружила дорожная организация и заявила в полицию. Оперативники смогли раскрыть темное дело и найти подозреваемого. Им оказался 60-летний, ранее несудимый житель Абакана. Часть похищенного он успел сдать в пункт приема металла. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Абаканцы продолжают обогащать мошенников в интернете. 52-летний мужчина нашел на популярном сайте объявление о продаже снегохода за 148 тысяч рублей. Потерпевший связался с продавцом и согласился сделать предоплату больше 44 тысяч. После этого связь оборвалась, номер злоумышленника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Еще один Абаканец с 30 лет хотел купить коляску и автомобильную люльку. Он нашел объявление в соцсети и также перевел незнакомцу больше 40 тысяч. Телефон мошенника зарегистрирован в Волгоградской области. Возбуждены уголовные дела, потерпевшие признались. О подобных схемах слышали, но были уверены, что с ними такого не произойдет. Жители Хакасии предупреждают об опасности сверху. На крышах могут образоваться наледи. В Хакасии ждут потепления, из-за этого на крышах могут появиться сосульки. Возможно падение снега и наледи, предупреждает МЧС. Владельцам зданий и управляющим компаниям необходимо своевременно почистить кровли. В опасных местах выставить предупреждающие знаки. Пешеходам стоит быть предельно внимательными. Автовладельцам парковаться на безопасном расстоянии. Если снег или сосулька упадут на машину возле предупреждающих знаков, то ответственность за случившееся несет собственник. Министр здравоохранения Олег Ананевский отчитался сегодня перед главой региона о работе министерства в прошлом году и озвучил задачи, поставленные на 2021. Динамика рождаемости по всей стране и снижается, однако в Хакасии этот показатель выше, чем в среднем по России и Сибири. На динамику смертности повлияла пандемия коронавируса. Смертность от нарушений системы кровообращения повысилась. От новообразований произошло, наоборот, снижение в пределах 1%. Смертность от ДТП увеличилась два раза за счет мгновенных летальных исходов на месте аварии. Еще 296 человек в Хакасии умерло с подтвержденным диагнозом COVID-19, 64 с подозрением на коронавирус. Во всей Российской Федерации, я уже говорил, в Сибирском федеральном округе, в Республике Хакасия была тенденция к увеличению коэффициента смертности. И вот из таблицы видно, что в Российской Федерации в целом на 113,8% рост с 2019-2020 года. Во всех крупных регионах, Кемеровская, Новосибирская, Омская область, Томская область, от 110 до почти до 120% рост. В Республике Хакасии 108,9%. В 2020-м построена амбулатория в селе Зеленом. Завершается строительство ФАПа в деревне Белиолик. Вместо аварийного построен ФАП в деревне Подкамень. Продолжается строительство радиологического корпуса. Прошла реконструкция Абаканской детской больницы. Она продолжится в текущем году. Кроме того, в 2021-м Минздрав продолжит работу по оснащению больниц оборудованием. В нашей медицинской организации будет закуплено порядка 10 рентгеновских современных аппаратов с пониженным излучением. Также будет продолжено оснащение автомобильным транспортом. Планируется 51 автомобиль. Проведение капитального ремонта практически во всех медицинских организациях Республики Хакасия. И в 2021 году на программу модернизации направляется 345 миллионов средств за счет федерального бюджета. Медиков Хакасии прибавилось в прошлом году на 60 человек. Однако на сегодняшний день остаются свободными 464 вакансии врачей, 317 средних медработников. Кроме того, необходимо в нынешнем году избежать перебоев с льготным лекарственным обеспечением. Кадровый вопрос. Здесь нам тоже необходим, что называется, прорыв. И, видимо, дополнительные меры поддержки медицинским работникам. Ну и, конечно, вот та задача, которую я поставил по лекарственному обеспечению, безусловно, в этом году мы должны ее закрыть и организовать систему обеспечения льготными лекарствами так, чтобы она сбоев не давала и жалобы от жителей у нас не поступали. И, конечно, онкология здесь, в принципе, план у министерства четкий есть. И по строительству новых учреждений, по закупке оборудования. Здесь также не надо забывать и о подготовке специалистов, которые должны эти учреждения наполнить. И, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Мы видим, идет отрицательная динамика в республике, в общем-то, так же, как и по всей стране. И здесь тоже нужно обратить особое внимание на организацию данной специализированной помощи. Движение по новому участку трассы Енисей Хакасии запустят в 2022 году. Речь о реконструкции 9 километров дороги около Черногорска. На сегодня уложено более 100 кубометров асфальта, устроено 6 водопропускных труб, смонтированы балки пролетного строения, укладывается мостовое полотно, возводится транспортная развязка. По проекту проезжую часть расширят с 2 до 4 полос, а также построят путепровод над региональной дорогой Устебакан-Черногорск. Это позволит вдвое увеличить пропускную способность участка и снизить его аварийность. Очередная победа на выезде. Абаканские саяны решительно разобрались со своим соперником на чужом поле. Республиканским хоккеистам противостоял клуб «Восток» город Арсеньев. Поначалу хозяева льда пытались сдерживать натиск гостей, но удержать игру в своих руках и контролировать ее им все же не удалось. В «Восток» и «Саяны» давние соперники и периодически не раз огорчали друг друга. Поэтому первый тайм стал сражением равных команд. Уступать никто не хотел. Распечатать ворота хозяев площадки «Саянам» удалось только на исходе первой половины. Отличились «Розвезев» и «Вощук». При счете 0-2 команды разъехались на перерыв. Тренерский штаб «Саян» внес корректировки и абаканцы полетели вперед. В ворота «Востока» влетело еще два безответных мяча, которые на свой счет записали Дитюра и Захваткин. 0-4. Однако хозяева так просто сдаваться не собирались и ответили двумя голами. Тем не менее финальную точку поставил Селедков, который оформил дубль. Итог матча 2-6 в пользу «Саян». Чаще говорить с детьми, честно рассказывать о жизни, принципах, правилах и последствиях всех поступков. Детский омбудсмен Хакаси Ирина Ауль выступила в эфире РТС против участия подростков в несанкционированных акциях. Для нашей республики эта проблема не актуальна, но это не значит, что школьники региона меньше нуждаются во внимании взрослых, подчеркнула уполномоченные по правам ребенка. Почему подростки вообще оказались замешаны во взрослых политических играх? И как удалось школьников вовлечь в мероприятие, главной целью которого было заработать политические баллы? Ответы на эти вопросы на поверхности рассказала Ирина Ауль. Детский омбудсмен чаще многих общается с подрастающим поколением. Дети в силу их природной любознательности, в силу их тяги к справедливости, в силу того, что они всегда хотят быть впереди планеты всех, они стремятся туда, где шумно, интересно. Любознательные, шумные и вечно протестующие. Классические схемы противоборства отцов и детей были очень грамотно использованы. Ребят завлекали, пообещав шоу, и модную сегодня движуху. Оценку таким поступкам дает психолог. Специалист, которому приходилось сталкиваться с разными персонажами, был удивлен беспринципностью организаторов акций. Поэтому люди, которые подростков вот так вот используют, зная их эти черты, они преступники, на мой взгляд. Тем более, если они делают это сознательно. То есть не бьют по самому больному. Ирина Ауль в эфире нашего канала отметила, эта акция еще раз подчеркнула главную проблему сегодняшней реальности. Дети чаще всего представлены сами себе. Родители вечно заняты, работают домашними делами, гаджетами в конце концов. А это опасно. Почувствовав дефицит внимания и доверия в семье, подросток постарается найти их в другом месте. Мне очень хочется обратиться ко взрослым. Идите к детям и говорите с ними. Будь то семья, будь то ваша работа или общественная нагрузка, или вот просто по зову души идите к детям. Дети нужны, взрослые, наставники, которые могут сказать о смысле нашей жизни, которые могут разъяснить, что ни одна революция бескровно и спокойно не прошла. К этому часу это все новости, но не переключайтесь. Пришло время нашей традиционной рубрики в сети, где моя коллега и ведущая Полина Назарова готова рассказать о самом интересном и горячем в мире интернета. Она уже в студии. Полина, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, дорогие друзья. Наташа, скажи, пожалуйста, считаешь ли, что на просторах интернета нужно быть вежливыми? Ну, Полин, я считаю, что вежливым нужно быть всегда и везде, и причем это показывает не только уровень воспитания, но и ума. Эту интересную тему я предлагаю тебе продолжить. Вам хорошего просмотра, дорогие телезрители, хорошего эфира. И начнем, наверное, с главной новости, которая потрясла интернет-аудиторию. Внимание, в социальных сетях запретили мат. Да-да, вы не ослышались, теперь в комментариях не удастся поругаться с оппонентом нецензурной речью. Закон вступил в силу накануне. Соцсети сами должны искать и удалять брань. Кстати, за мат можно схлопотать штраф до одного миллиона рублей. В общем, месье, не хотите ли попортить со мной отношения с... и никак иначе. В Абакане иномарка снесла светофор на центральной улице. Вчера днем белая иномарка здорово подпортила жизнь не только коммунальщикам, но и всем участникам дорожного движения. Лихач снес светофор. Кстати, очевидцы сообщают, что сегодня утром он все еще лежал. Произошло все на перекрестке улиц Кирова Карла Маркса. В Хакасии лютуют волки. Или, как пел Высоцкий, идет охота на волков. Специалисты рассказывают, что в Бейском, Орджоникидзовском, Усть-Абаканском районе сейчас отстреливают клыкастых хищников. Их стало настолько много, что животные без опаски выходят к людям и дерут скот. В лесу есть нечего, зато поживиться домашним скотом это в радость. В нашем регионе развернули целую спецоперацию по борьбе с серыми хищниками. И к новостям со всей России. В Сочи заметили, внимание, Карлсона. Нет, он не живет на крыше, но пропеллер у него есть. Это один из горнолыжных сочинских курортов. И вот, пожалуйста, находчивый мужчина нацепил на себя большой пропеллер и поднимался на склон. Вот до чего доводит жадность. Не хочешь платить? Летай. А сейчас будет смешно. Готовые кадры из Екатеринбурга. Это офис банка. Зашел парень погреться, называется, а заодно и принять горячий душ. Наглядное пособие для тех, кто любит сидеть на батареях. В общем, сел парнишка на батарею и то ли закимарил, то ли равновесие потерял. Вода, кипяточек, мокрый пол, все по классике. Перепугавшись, он решил поставить ее на место. В офисе банка сообщили, что это их повеселило, а ущерб незначительный. Поэтому в полицию обращаться не стали. Несколько машин в смятку в Красноярске. А все почему? Потому что слабоумие и отвага. Виновата тут не погода, а уборщик, который сбрасывал снег прямо с моста. А что было под ним, видимо, его особо не интересовало. Люди сняли все это дело на камеру. Теперь очень умного работника накажут. Да и машины из своего кармана придется восстанавливать. Не все ведь отнекиваться. Мол, и так сойдет. Это было все, что попало в мои сети сегодня. Узнать и увидеть еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова